Всем привет! Всем отличной пятницы, кто меня смотрит тогда, когда выходят расклады. Сегодня мы с вами будем работать на колоде Таро Сумасшедшего дома. Поставлю сюда коробочку. А расклад мы с вами будем смотреть на тему, о чем я не хочу говорить. Будем вскрывать ваше больное место. Очень часто бывает так, когда знакомишься с каким-то человеком. Когда хочешь вступить с ним в партнерские отношения, очень важно выстраивать границы. Есть такие моменты, когда мы говорим, например, человеку, я не хочу говорить на эту тему. Почему? Потому что она либо табу, либо она достаточно болезненная. Может быть, какой-то опыт из прошлого, скорее всего. Но она болезненная. Давайте сегодня попробуем посмотреть ваше больное место, о чем вы не хотите говорить. Если я увижу, я скажу. Потому что у меня такое ощущение, что я уже чувствую, что есть люди, которые закрываются энергетически сейчас. И я могу не увидеть. Ну, посмотрим. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Так, видно. Камешек туда. Эти камешки сюда. И мы смотрим единички. Ваше больное место. Что я и сказала. Да, закрываются. Тем более, это единички. Люди с огромной силой. Духа и души. Верховная жрица. Ваше больное место. Не буду говорить. Закроюсь. Оставлю это в тайне. Может быть, какую-то часть я вам и расскажу. А в принципе, в основном, я не хочу говорить. Здесь люди, которые будут уходить в себя. Очень так болезненно реагируют, когда что-то их задевает. Закрываются. Как я люблю говорить, как диаген. Ухожу в бочку. Ухожу в бочку на подумать свое. Не трогайте меня. Здесь есть. Есть какие-то тайны, которые скрываются. О которых действительно человек не хочет говорить. Ну, давайте посмотрим. Может, нам покажут, о каких тайнах. Какое ваше болевое место. Болевое место связано как раз-таки с удовольствием и наслаждением. Девяткой кубков. А почему это является... Вот прям интересно стало. Почему это является болевым каким-то таким моментом? Потому что аркан справедливости. Ваше больное место имеет отношение к внутренней борьбе. Сейчас я поясню, о чем здесь речь идет. Вы по своей натуре, скорее всего, человек, который не то чтобы ленивый, а любит получать от жизни какое-то удовольствие, кайфовать. И при этом очень часто сталкивается с какими-то моментами ответственности, сложностями, когда он вынужден как-то, знаете, наступить себе на горло и делать то, что он не любит. То есть элементарно, например, если вы расслабляетесь, к примеру, да, хотите немножко побыть в себе, ну, вот просто разгрузить свою голову, всегда появится какой-то человек, который будет вам говорить, может быть, упрекать, не знаю, ну вот опять развалился. Либо опять развалилось, и вместо того, чтобы заниматься делами, ты тут отдыхаешь. И вот это вот какое-то ваше такое больное место, может быть, даже он выражается как некая такая мечта, когда человек хочет вот тупо ничего не делать, да, и вот просто сидеть, я не знаю, где-нибудь на природе, смотреть в одну точку и вот наслаждаться. То есть вот такая, знаете, расслабленность и при этом желание не думать. То есть здесь вот, скорее всего, вы те люди, которые слишком ответственные, берут на себя всегда больше, чем могут, этой ответственности. Вот они все на себя тащат и тащат, даже если вы женщина. И вот здесь вот эта вот внутренняя борьба по аркану справедливости, она как раз говорит о том, что вот, знаете, есть момент того, что я хочу, и есть момент того, что надо. Причем это надо не всегда вам, а это надо кому-то другому. И вот это вот ваше больное место, когда вам кто-то начинает говорить о том, что вы недостаточно работаете, либо наоборот, если вы не работаете, вас будут подкрикать о том, что что-то не идешь, там, не знаю, не ищешь работу, ты все время отдыхаешь, вот ты все время какой-то ленивый, все время какой-то вот, не знаю, безактивный. Но в вашей голове происходит вот прям, я не знаю, рождение вселенной, вы все продумали, вы все решили, какие-то такие достаточно сложные моменты, просто вы это не показываете. То есть вы никогда не показываете, насколько вам бывает трудно, насколько вам бывает сложно. И поэтому по аркану справедливости здесь вот такое ощущение, что вообще вы хотели бы, чтобы, ну, лишились как-то головы. Видите, здесь главный герой, он не хочет думать, да. И есть яблоки, которые, в принципе, могли бы ему принести удовольствие, но головы-то нет, съесть-то он их не может. Поэтому единственное, что он делает, он просто, не знаю, они есть в его пространстве, да, то есть его какие-то желания. Поэтому ваше больное место, оно непосредственно связано с удовольствием. То есть вы хотели бы жить именно в свое удовольствие, но вы себе это не разрешаете. Скорее всего здесь есть какие-то обязательства. То есть человек, который, не знаю, всю жизнь мечтает о том, чтобы вот делать то что он хочет и когда найдется какая-то минутка секунда а такое бывает когда все таки вам это удается вас все время как-то попрекают за это да как-то вот что-то знаете ну вот начинает говорить давить и вам от этого становится больно вот это вот ваша болевая . давайте посмотрим еще может быть нам покажут что еще здесь может быть вашей болевой точкой вашим болевым местом активность на вообще активность фрида колонн почему для вас сама жизнь какая-то активность общение и вот движение является болевой точкой совсем понимаю потому что королева кубка видите здесь опять-таки вторит в принципе тому повествование что было ранее почему вот найти когда болевое место здесь люди по натуре королевы кубки да здесь жена мазерса изображена основателя ордена золотой зари человек такой знаете покладистый с пониманием человек с огромной любовью очень чувствительный с тонкой психической организации и ваше болевое место знаете здесь не знаю может быть когда вас начинает подгонять либо вам начинают говорить что делать и как делать то есть все что связано в разных форматах с активностью это вам причиняет боль особенно если вам на это указывают что ты не идешь в ритм например со временем ты нет надо торопиться надо как-то быстрее вот почему-то мне идет такой знаете вот подгоняют когда вас подгоняют это вообще убийственно вы готовы душить людей почему потому что ну не ваше это да у вас есть свой какой-то ритм по королеве кубков то вы четко чувствуете понимаете когда и как что делать это опять же таки не говорится о том что вы опаздываете вы всегда будете во время но вот это вот ваша какая-то медлительность ваша скрупулезность она каким-то образом раздражает других людей поэтому ваше болевое место она имеет прямое отношение к тому что ожидание других людей не реализуется то есть вот вы как будто бы не вписывайтесь в рамки их ожиданий их видения жизни поэтому вообще все что связано с жизнью как таковое все что связано с общением вот по королеве кубков я могу предположить что вы люди которые больше молчат нежели разговаривать но если разговаривать и возможно это в силу своей профессиональной какой-то деятельности вынуждены да вот что тоже в принципе допустим если эта работа там я не знаю в продажах то это конечно же естественно и здесь как краски происходит гармония то есть возможно вы по своей по своему темпераметру интровертный да а вот в силу работы вам приходится как-то больше активничать но вот здесь сама вот это вот активность она является каким-то образом на вашем больным место может быть вы хотели как-то больше успевать может быть вы хотели больше бывать в разных местах то здесь по-разному может быть но суть заключается именно вот в этой активности это ваше болевое место подвижность активность и общение коммуникация а вот что здесь коммуникации четверка жезлов здесь избирательная коммуникация имеется ввиду что вот прям хотелось бы чтобы все общение выстраивалась только на позитиве чтобы не было ничего такого чтобы грузила вашу голову здесь ваша жизнь как каким-то образом сложена так что все что связано с мыслительными процессами их очень много вашей жизни идет вот как-то знаете либо это забирает очень много жизненных сил либо как-то идет слив энергии да что в принципе одно и то же поэтому здесь человек вот как будто бы хочет больше праздника больше отдыха как есть на хронический недосып что ли либо хроническая какая-то усталость что-то такое хроническое да вот здесь идет хочу еще вы не любите говорить вот прям не любите говорить когда надо делать совершать какой-то выбор вот вы прям очень-очень это не любите почему особенно если этот выбор надо совершать в личной жизни в теме отношений это прям вот заставляет вас страдать все ниже поставили думала там не видно будет а там оказывается видно секунду перфекционист не ж надо чтобы это все ровно было чтобы это красиво эстетично я же не могу чтобы что-то криво было вот и вас мучаю ну что поделать а все что вызывает выбор до какой-то особенно когда надо выбрать там я не знаю расставаться или нет вот вы скорее всего любите не сами уходите вот когда вас оставляет почему потому что вот для вас очень сложно взять вот эту ответственность повторюсь и скажу вы очень ответственный человек вот прям очень гипер ответственный человек но вот когда это касается личной жизни вот в личной жизни очень много страдаете да поэтому все что связано с выбором причем либо знаете выбором который завязан на каким-то образом на эмоциях то есть если это не только допустим личная жизнь вообще вот все что связано с эмоциональным фоном да вы вы очень сильно страдаете вообще вы о своих страданиях не любите говорить не любите разглагольствовать то есть вот то что есть вот верховная жрица то что если внутри вас в этом никогда не говорить то есть вы предпочитаете как будто вы знаете в одиночку все проходить в одиночку ведут девятка кубков и есть человек здесь только отшельника не хватает человек который вообще всю жизнь как-то проходит в одиночку в одиночестве и страдает на то есть если допустим радость вы можете разделить с кем-то и вам с этим окей то страдание и боль вы проходите сами не любите этим делиться не любите говорить о каких-то болезненных моментах в своей жизни но так в принципе вот не любите этого выбора который повик понесет за собой какую-то эмоциональную боль не любите вы боль на самом деле хотя она вот именно в вашем случае является прям неотъемлемой частью не знает 10 как это знаете чего мы больше всего боимся то мы и притягиваем вот вы очень любите боль хотя вы такие ну человек более устойчивый да как мы говорим стрессоустойчивый а вы устойчивы к боли и ну то есть вы ее можете переносить почему опять же потому что в ней у вас было очень много этого какого-то вот болезненного такого момента каждый раз вы знаете что конечно же вы вы видите вынесите эту ситуацию но как предчувствие до этой боли этих эмоций вы избегаете это вот то что вы не очень любите да не очень разговорчивая верховная жрица не хотела она нам говорить и в принципе не так много не сказала ну сказала это прям какая-то малая часть того что она здесь озвучила кей позиция номер 2 красненький камешек двоечки смотрим ваше болевое место восьмерку кубков ваше болевое место это то когда вы убегаете убегаете от реальности убегаете от каких-то от реальности когда она вам не нравится когда вот то что вы видите вам проще как-то закрыт на это глаза хочется какой-то свободы не хочется не на вот во внешнем мире что-то делать то есть поэтому ваше больное место она связана с тем когда надо как-то посмотреть в лицо своим страхом когда надо что-то решить вот в моменте здесь и сейчас то здесь когда есть какое-то несоответствие вашего внутреннего ощущения с реальным миром вам проще сбежать вам проще закрыться вот это для вас является больным местом несоответствия в чем может быть это несоответствие но соответствие может быть вот в дуальности как раз таки да здесь интересный такой смысл заложен вот в этой двойке мечей то есть принципе один и тот же человек и разница здесь только во времени да здесь у нас утро а здесь у нас вечер и человек в принципе держит одно и то же яблоко но из-за того что вот это яблоко но утренние на она светится как-то по-другому она кажется более привлекательным более вкусным а здесь у нас ночь и падают тени на это яблоко и наше отношение к нему впечатление что вот она уже какое-то увядшее невкусное то есть что вам не нравится в реальности вам не нравится вот как раз кито как вы на него смотрите на здесь вот вот в этом причина иногда когда вы смотрите в позитиве вам все кажется вкусно вы это все хотите иногда бывает так что вот реальность на вас не удовлетворяет хотя она в принципе одна и та же для вас но вот ваше отношение именно к этой реальности она меняется еще какое ваше болевое место о котором вы не хотите говорить о том когда вам приходится что-то либо чем-то жертвовать чем-то жертвовать ну вы не любите когда вообще вам говорят о том что вот ты проигрываешь как краски роль вот этой жертвы да почему потому что на самом деле вы не знаю то ли очень много сил прикладываете тому что чтобы как-то трансформироваться до измениться либо ну вот мне такое чувство что вы вам кажется по крайней мере да что вы многое что в себе меняете поэтому когда вам указывают вот именно на жертву либо там наоборот указывает на то что нужно себя в чем-то ограничить да это например в детстве это когда был финансовый какой-то до кризису родители но здесь обычно младшие донашивали одежду от старших вот и и когда вам например говорили о том что вот вот этому там брату либо сестре нужнее чем тебе то есть вот как заставляли каким-то образом вас лишать себя чего-то того чего вы хотели во имя кого-то другого то есть вот в детстве это вот какие-то такие моменты вы также ваше больное место она тогда когда вы зависаете вот когда ничего не происходит либо наоборот уже все случилось и вот вы как знаете как замерзли как-то заморозились ничего не происходит вот это тоже как-то ваше больное место почему потому что вам становится некомфортно вот пустота она вас не то чтобы пугает она вас дезориентирует вы не не можете понять куда мне дальше двигаться что мне дальше делать еще какое ваше больное место десятка мечей до лоботомия ну вот смотрите все карты указывает на то что внешний какой-то фактор очень сильно влияет на вас и вы не можете должным образом как-то отреагировать ну например если это какая-то ссора словесная то вы не можете дать отпор да вот вы как-то не можете проявить себя либо не знаю надо помочь кому-то и вот вы всем своим сердцем этого хочется но по него хотите но понимаете что не могу я на то есть вот какая-то такая безысходность и вот вы это это ваше больное место да то есть когда надо что-то помочь либо что-то сделать а я не могу то есть вот беспомощность вот ваше больное место когда вы чувствуете себя беспомощным не важно какая здесь причиной какая ситуация но энергия здесь такая а вообще здесь больное место когда вот как-то на вас начинают давить как-то начинает на вас влиять и вы сразу здесь не то чтобы еще даже показывать больное место здесь показывает вашу реакцию вы хотите убежать вы хотите высвободиться то есть когда есть некое такое давление на вас вот ваша первая такая реакция побега это вот именно свободы до вылететь не видеть отказ то есть здесь не принятие идет ваше еще больное место король кубков да любовь ваше больное место эмоции ваше больное место рыцарь жезлов здесь тоже идет как и в первой позиции активность только здесь уже активность не в плане избегания а здесь как будто бы активность вот в контексте творения что-то создавать эти у меня такое чувство вот когда вам больно на душе да вы вы вот можете выплескивать это ваше свое какое-то творчество и она будет иметь успех то есть как то когда у вас будет желание куда-то убежать вот вам это надо выплескивать этот побег в какую-то энергию творения создания даже если она для кого-то будет безумным вот все равно она будет иметь какой-то успех хорошо чем вы не любите говорить аркан мира вы не любите говорить кстати о каких-то начинаниях мне кажется это правильно так когда что-то начинаете делать но здесь безусловно просто потому что боитесь глазить и это опять-таки верно да то есть пока это не реализуется говорить об этом не нужно также вы боитесь ставить точку и говорить о каких-то завершениях ну например когда хотите уволиться вот вам сложно пойти к начальнику сказать все я уволняюсь то есть вам проще если вас уволят что еще здесь о чем вы не хотите говорить ну вот вы не любите говорить то что происходит в вашей душе то что происходит внутри вас возможно если кто-то здесь практикует осознанные сновидения да либо какие-то выходы из тела то есть вы какие-то такие способности да вы не любите говорить об этом либо вообще молчите и мало кто об этом знает также вы не любите вообще говорить вот прям здесь не о личном а здесь вот о тех каких-то мистических моментах которые происходят с вами здесь может быть еще знаете какое-то стеснение в контексте того что вот знаете вас не поймут допустим если вы в детстве видели каких-то я не знаю фантомов нас которыми разговаривали какие-то друзья невидимые вот что-то в таком роде да что такое паранормальное вы об этом стеснялись говорить потому что вот вас вас не поймут либо сделают что-то что заставит вас отказаться от этого да то есть здесь человек это тоже скрывал то есть здесь идет сокрытие каких-то своих талантов и способности своих умений каких-то может быть скрытие того что вы можете разговаривать с миром мертвых здесь какие-то паранормальные способности у человека который их скрывает вы как будто бы держится для себя и правильно делать не всегда это надо говорить если в вашем окружении нет людей которые вас поймут так это была вторая позиция так красненький камешика мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку смотрим вас троечки о чем вы не хотите говорить вот ваше прям больное место семерка кубков мечты фантазии не любите не хотите говорить о том о чем мечтаете о каких-то своих планах до наполеонских человек не хочет говорить о том что он строит что он готовит почему это для вас больное место шестерка мечей потому что для вас это вот как будто бы какая-то отдушина да это вот прям чисто такое знаете личное которое не хочется ни с кем делиться ни с кем делиться никому не рассказывать здесь нету как во второй позиции страха что узнаете сглазит и еще что такое нет ну каких-то предубеждений здесь вот такое ощущение что это вот мой внутренний мир я о нем никому не скажу мне такое чувство что здесь действительно есть какой-то второй мир у вас то ли вы как-то вот параллельно еще живете в каком-то другом мире она это может быть прям вот вообще для единиц но в принципе если вы очень часто бываете например там в астрале то либо вот есть какое-то ощущение что есть какой-то вот параллельный мир но в прямом смысле это может быть знаете как человек который живет вот на две семьи и у него с одной с одной семьей одна жизнь и с другой семьей там жизнь в принципе я слышала таких случаях вот когда там например у мужчины две семьи в разных городах и вот ни одна из двух этих женщин не не в курсе о том что вот существует еще другая семья то есть вот такие варианты тоже могут быть вот у меня такое чувство от какой-то параллельности идет параль что это такое прям интересно пятерка жезлов это может быть когда знаете когда присутствует какая-то борьба вашей жизни вы придумаете себе какой-то фантазийный мир которым все идет так как нужно это не совсем про трансерфинг а здесь можно было бы назвать некоторой степени что это до побег от реальности но здесь не совсем об этом здесь не не то что было во второй позиции такое знаете ощущение что если вот допустим в реальной жизни я не могу на что-то повлиять то придумал себе какой-то фантастический мир причем знаете кто-то из вас пишет какие-то истории может быть это действительно и сказки но вот за основой этих сказок истории вот то что придумано взята ваша жизнь и вот вы себя как будто бы выражаете как главным героем или вообще каким-то героем вашем описание повествование у которого все получается допустим в реальной жизни во что-то не получается вот вы садитесь и пишите вот эту вот историю как-то ее переписываете и и там вот все так как вы хотели бы то есть вот в мире как будто бы фантазии вы создаете тот мир идеальный который бы вас устраивал если вас не устраивает реальный мир вот поэтому я говорю здесь какая-то параллельность идет какие-то два мира хорошо о чем вы еще не хотите говорить роль жезлов вообще в принципе о своей жизни как таковой да очень часто хитрите в общении где-то что-то не договариваете где-то что-то не договариваете почему не договариваете тройка монет как будто бы знаете нету доверия что ли какого-то может быть даже есть еще и страх что что-то пойдет не так здесь как знать какое чувство опять-таки непредубежденность а здесь чувство того что как будто человек что-то делает но если он расскажет вот прям о своей жизни да как будто бы ему будут под палки в колеса до вставлять то есть будет каким-то образом мешать будет каким-то образом мешать так ладно смотрим дальше еще ваше больное место аркан умеренности здесь у меня такое чувство что ваше больное место может быть здоровье психическое здоровье не физическое психическое может какая-то усталость присутствует восьмерка пендакли какая-то вот повторность присутствует до когда человек вынужден как-то строить и заново рушить вот строить не рушить здесь вот от этого идет какая-то усталость а что вы тут рушите почему это ваше больное место паж мечей какие-то возможно планы свои вы рушите какие-то планы намерения так еще что вызывает у вас боль да ваше больное место пятерка кубков знаете воспоминания какие-то здесь идут болезненные воспоминания особенно если произошли какие-то разрывы с людьми и люди ушли из вашей жизни то вот здесь мне собака выйти не может я дверь не открываю то есть желание собака краски показывает желание выйти на желание выйти уйти высвободиться какие-то болезненные воспоминания когда человек уже ушел из вашей жизни а вы все равно ощущаете его присутствие вот и при этом болезненность заключается в том что вы его даже на тонком плане можете ощущать а физически потрогать не можете вот это вот прям очень и очень болезненно это может быть там есть на любимый родитель до ушел из жизни либо было какое-то расставание и нет возможности вот прикоснуться почему-то мне идет такое знаете вот прикоснуться к человеку вот прям очень хочется особенно по ночам кого-то вот здесь сильно разрывает прям человек плачет захлеб о том что вот прям не знаю это не обязательно смерть а здесь вот может быть даже какое-то расставание но вот боль есть потому что фантом этого человека есть то есть есть еще какая-то связь на тонком плане и вы как будто бы сами этого человека не отпускается на тонком плане поэтому и вот это вот боль присутствует потому что есть ощущение присутствия этого человека вашей жизни кстати этом ох это может быть я прям вытащу эти арканы выпали это может быть и боль по какому-то животному здесь такое тоже может быть что здесь за арканы выпали аркан солнца на двойка жезлов на двойка жезлов и эрофант я не вижу здесь как каких-то из этих арканов до какой-то болезненный момент здесь скорее всего речь идет о том что нужно смотреть позитивом как-то вот будущее да здесь как подсказка идет учитесь искать позитивное как-то солнечное своей жизни потому что здесь мы видим до двойку жезлов он смотрит и причем смотрит на аркан солнца то есть человек который высматривает здесь на солнце изображено двое детей высматривает вот что-то новое да какое-то новое рождение удачное счастливое при этом он отвернут от иерофанта он отвернут от каких-то своих истин возможно здесь подсказка идет в том что нужно отвернуться от своих каких-то убеждений и посмотреть в новом направлении более позитивным более вот каком-то плодотворным да потому что ну изобильным для вас потому что вот здесь действительно присутствует более особенно вот в этом аркане особенно в этом аркане ну вот такая была у меня и третья позиция на третьей позиции мой поток иссяк какой-то такая знаете таролог и сдулся поток поток был очень-очень тоненький вот что увидела то есть сказала благодарю вас всех за внимание напоминаю что сегодня я принимаю заявки на блиц консультации хочу пожелать всем отличных выходных приходите мой телеграм-канал ссылка есть ниже в описании мои услуги нажимаете туда в первом абзаце увидите ссылку на телеграм-канал благодарю вас всех за ваши комментарии благодарю всех новых подписчиков да кто подписались за последнее время прям вот очень много новых людей что меня радует благодарю что пишите ставите лайки общаетесь всех вас обнимаю до понедельника всем пока пока